Итак, три. Сначала, кажется, я небольшую лажу втер, потому что я учитывал только клетки, которые сдвигаются на два. То есть я учитывал сдвиг на два и тут сдвиг на два. То есть я не учитывал вот такие вот соседние клетки, которые один вверх, один налево, например. Я думаю, что по тем же соображениям оно с такими же тоже делается. Примерно все равно понятно. По сути, нам просто нужно, чтобы пути были равномерно размазаны. И я это в каком-то частном случае сделал. Вот, если что, додумайте. Да. Да, теперь, значит, задача номер три. Так. Задача очень любопытная. Начнем с того, что она называется «Дороги под Минском». О, «Дороги под Минском». Я же только что был в Белоруссии. Почему это важно? Я тоже только что был в Белоруссии. Мы тогда ездили на сессию. А, ты вообще был вообще так что? Да, я был там прямо перед экзаменом последним. Мы там гуляли. Да. Значит, условия, смотри. Условия. Ай, Надя пришла. Надя пришла. Ну, ничего, пока не сносит ничего. Значит, в некотором государстве любые две дороги пересекаются ровно в одном городе. Так, любые две дороги в некотором государстве пересекаются ровно в одном городе. Любые две дороги пересекаются ровно... Почему же, интересно, под Минском? Интересно. Там все устроено так, да? А любые два города соединяет какая-то дорога. Так. Дороги под Минском. Почему же под Минском, да? Как интересно. Любые два города соединяет какая-то дорога. То есть, короче говоря, любые два города есть дорога, которая их соединяет. Да. И любые две дороги пересекаются ровно в одном городе. Ну да. Так. Но при этом три дороги могут вот так, да? Да. Да. Вот. Ага. Вопрос. Вопрос. Известно, что в государстве 2024 дороги. Вон, найдешь бутылочку, бери. Так. 2000... Колхоз. 2024 дороги. Значит, выяснить минимальное и максимальное количество городов. Так. В любом царстве, в некотором царстве государстве 2024 дороги нужно узнать, сколько будет городов. Количество городов. Я же крепко двумя руками. Так. Ага. Вот. Я написал формулировку из условия. Вот. Соответственно, думайте. Если вдруг что, приходите. Приходите попозже. Соответственно, вот такая задачка. Да. Я пока ни одной идеи не могу даже родить. Так что нажимайте на паузу и думайте сами. Угу. Так. Думайте сами. Решайте сами. Что-нибудь ты тут сейчас придумаешь. Решайте сами. Думайте сами. Решайте сами. Это же про математику. Думайте сами. Решайте сами. Да. Вот. Размешайте. Один. Вот если есть. Придумывайте. Через любые два города проходит дорога. И любые две дороги. Пересекаются ровно в одном городе. Ну, пожалуйста. Вот город и вот 2024 дороги. Это можно? Да. Отлично. Значит, один город можно, да? Ну, значит, на первый вопрос уже ответ дам. Ну, строго говоря, хочется спросить, может ли быть ноль. Но нет, потому что хотя бы две дороги есть, и они пересекаются в каком-то городе. Да, две дороги пересекаются в каком-то городе. Значит, минимально один. Вот. Окей. Что с максимальным количеством? На Минск, видимо, похоже, да? Почему под Минском? Не знаю. Давай думать. Так. Что с максимальным количеством городов? Сейчас дай подумаю. Через любые два города проходит дорога. И ровно одна, да? Очевидно. Да, ровно одна. Потому что иначе бы две дороги пересекались в двух местах. Да. А это запрещено. Да, да, да. Соответственно, дорог не больше, не меньше, чем С и ЗН по два. Для любой пары городов должна быть уникальная дорога. Но может быть общая дорога у нескольких пар дорогов. А-а-а. Значит. Ай-яй-яй. Да, замечание, что никто не запрещает на одной дороге лежать нескольким городам. Да, не самое. Так. Так, слушай. То есть... Так, мне нужно сделать как можно больше городов, да? Да. Как можно больше городов. Так, подожди. 2024 дороги, да? Угу. Сейчас. 2024 дороги. А что мешает просто напихать сюда до хренища городов? Сейчас. А почему нельзя на одной дороге сделать сколько угодно много городов? А остальные дороги? А-а-а. Остальные дороги просто... А, всё равно на любой дороге должен быть город, да? Любые две дороги пересекаются. Ну, любые две дороги пересекаются, значит, на каждой дороге есть хотя бы один город. Угу. Здесь много городов. Чему это противоречит? Ну, смотри, вот пусть здесь миллион, да? Угу. Миллион городов. Я пытаюсь понять, чему это противоречит. Мне нужно нарисовать как-то остальные дороги. Да. Вот там. Я как-то провожу. И вот так мне провести нельзя. Нельзя. Так, то есть через каждый город на этой дороге проходит уникальная другая дорога. Нет. Сейчас. Почему? Сейчас, сейчас, подожди. Сейчас, все-таки не понимаю. Почему нельзя здесь сделать 24 вот такие, 2023 перпендикулярные дороги в некоторых из городах? Ну, они пересекаться как-то должны. А, каждая дорога пересекается по городу. С любой другой по одному городу. То есть, значит, я не могу просто провести... То есть, так, сейчас еще раз, значит, почему нельзя оставить просто эти города без дорог? Потому что эти две должны пересечься на каком-то городе. Ну, вот эти две дороги, конечно, должны пересекаться. Да, то есть, как только появляются две дороги, которые проходят через два разных города, то появляется новый город. Ну и... И что? И что я беру и делаю... Ну, вот я что-то пока не могу понять. Теперь через дни дорога, да? Это столько еще хуже. А, посмотри, через любые два города проходит дорога. Через любые два города проходит дорога. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, слушай, через любые два города проходит дорога. Да, закручено. Как же? Думайте, думайте. Как же сделать? И если что, присоединяйтесь. Через любые два города проходит дорога. Все-таки где-то Цейзенпод 2 должно, наверное, вылезать? Через любые две дороги проходит город или через любые два города проходит дорога? Ну, по сути, да. Через любые два города проходит дорога, через любые две дороги проходит город. Так, хорошо, сейчас, подожди-ка. А, нет, но при этом могут быть вот такие. Слушай, я не могу понять. Дай какую-нибудь подсказку. Подсказку? Да, не могу. Ну вот попробуй продумать, попробуй еще подумать про вот эту идею, что куча на одной. Куча на одной. Ну, хорошо, куча на одной. И через каждые две проходит дорога. Перескачешься где-то, да? Нет, через некоторые. Ну, давай я нарисую, значит, это с чистого листа, так сказать. Город, 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 город. Вот у нас еще где-то есть дорога. Осталось держать двумя руками. Да. Что потом можно делать? Ну, мы ее можем зациклить обратно. А, нет. Зациклить не можем. Нельзя. Потому что будет два пересечения. Ну, вот у нас еще какие-то дороги есть. Да. Что с ними можно делать? Ну, пересекать друг с другом, естественно, в треугольнике. Допустим. Ну, вот если есть еще одна дорога отсюда, то она уже точно пересекается где-то здесь. Хорошо, значит, да. Если есть дорога вот здесь, то она должна пересекаться где-то в ней этой дороги, да? Да. Так. И если я создал еще один город, то и появляется еще одна новая дорога там далеко. Допустим, я сделаю вот так. Да. Что тогда? Ну, тогда у меня... В смысле, что еще вот так, вот так и вот так, да? Да. И что тогда? Сейчас. Тогда все эти дороги проходят через одну точку. Да. А на одну и сколько угодно на городах? То есть... Сейчас, подожди. То есть ответ все-таки бесконечность, да? Сейчас. Подожди. Значит, так. Совместными усилиями мы придумали такой пример. Смотрите. Так. Берем одну дорогу. Да, на ней тыкаем комар полетел. Берем город. Берем вот этот пример. Проводим кучу дорог через этот город. А, да. И проводим кучу городов на этой дороге. Да, 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 да. Что происходит? Через любые два города проходит дорога, и любые две дороги пересекаются в одном городе. Да, да, и все. Значит, ответ сколь угодно много, да? Ну да. Вот. Значит, я это придумал. Но я тоже как папа тупил, что можно сделать. Потом такой, я люблю рассматривать крайние случаи, придумал вот это. И мне показалось, что, возможно, авторы не имели в виду ответ сколь угодно много, когда спрашивали максимальное число. Вот. Поэтому... То есть ошибка где-то есть сейчас? Поэтому я задал вопрос жюри. Что типа, ребят, смотрите, что нарисовал. Вы точно хотите, чтобы я писал сколь угодно много в ответе? Вот. Ну, они что-то там ждали, ждали, я что-то решал. Вот. Потом... Мне пришел ответ, что типа... Мне пришел ответ. Считаем, что дорога однозначно задается своим множеством городов. То есть они лажанули. То есть изменение условия. Они лажанули, а на ходу меняли условия. То есть две вот такие дороги не работают. Но еще веселее. Мне прислали это, вот эту правку, что две вот такие дороги, это одна и та же дорога. А это не дистанционно было, да? Нет, это мы очно писали. А, очно. Вот. Мне сказали эту правку. Я такой... Вы меняете условия задачи, вы меняете ответ и говорите его только мне. Или что? Ну, короче, я им сказал, я убедил этих... Дичь! Я убедил тех, кто был в аудитории, объявить... Ну, сделать общее оповещение. Ну, естественно. Что типа, ребят, нужно подредачить условия. Вот. Ну, если кто-то сочинял условия, это халтура была полная. Ну, такой пример, конечно, придумать довольно сложно. Вот, если ты не очень такой... Да нет, как-то. Слушай, я думаю, что я бы допер, если бы я сидел на экзамене. Ну, чё, как все очень симметрично. Короче, автор не смог придумать такой пример, а как бы дотошные физтехи смогли. Вот. Поэтому, видимо, из-за моего объявления, из-за моего вопроса, изменили условия во всей аудитории в итоге. Офигеть! И, соответственно, сейчас... Ну, опозорился мужик. Интересно, кто опозорился. Я знаю его или нет? Сейчас мы решим задачу с новым условием, потому что она все еще остается интересной. Да. Что же имел в виду автор? Да. Что имел в виду автор? Автор говорит, дорога однозначно задается множеством городов, которые на ней лежат. Да. И заметим, что это ломает вообще все. И первое, и второе. Да. Первый пример ломается, потому что мы не можем делать две дороги, на котором лежит один и тот же город. Ну, и второй пример ломается, и это вообще очевидно. Да. Хорошо. Давайте решать другую задачу теперь. Нет, второй ломается из-за первого. То есть он все равно... Я бы сказал, что первый из-за второго. То есть первый он еще адекватный, второй, очевидно, неадекватный. Ну, ладно. Ну, и сломали оба, короче, в итоге. Значит, что делать? Ну, хорошо. Давайте исследовать как-то задачу. К камере не подходи. Надя, не подходи к камере. Как мы уже выяснили, на любой дороге есть город. А потому что любые две дороги... Есть две дороги, они пересекаются. Да. Любая дорога есть, она пересекается с какой-то другой, значит, здесь город. Ну, да. Дальше. Любой город лежит на какой-то дороге. Да. Потому что через любые... Потому что через любые два города проходит дорога, хотя бы один у нас есть. Да, вот тут нам тоже нужно требование, что город хотя бы... Что городов хотя бы два, да? Ну, если вот здесь мы же не можем... Если город один, то это значит, что все дороги обязаны проходить ровно так, потому что они все пересекаются. Тогда уже и противоречит. Тогда у нас две дороги сдаются одним и том же городом, это нельзя. Значит, у нас хотя бы два города, через них проходит дорога. Ну, и в целом через любой город, вот во второй проходит дорога. Значит, каждый город лежит на дороге, каждая дорога... Каждая дорога... Сейчас, каждый город лежит на дороге, каждая дорога содержит город. Вот так. Да, да. Забирай. Каждый город лежит на дороге, каждая дорога содержит. Хорошо. Давайте попробуем... Ну, какие у нас были плохие случаи? У нас были плохие случаи, когда на дороге один город и когда все города, да? Ну, давайте их рассмотрим в новых условиях. Значит, что делать, если на дороге один город? да тогда она обязана пересекаться с какой-то другой на самом деле со всеми другими она пересекается со всеми другими дорогами по условия допусловно значит она обязана пересекаться только в этом городе да вот ну вот они пересеклись и вот уже все противоречия нет сейчас есть на если теперь есть вот такой ситуации не может быть значит где-то еще есть город да значит где-то вот здесь есть город да на каждой дороге город свой собственно уникальный да и на каждой дороге должен быть свой город потому что иначе да иначе кроме 1 на всех кроме одной то есть короче если есть хотя бы три дороги это на двух из них должны быть города иначе они задаются одним городом но вот эти города должны быть соединены дорогой да вот и эта дорога не может проходить через вот этот город да это что ты доказал значит они соединены дорогой дорога не проходит через этот город, значит, не пересекается с вот этой дорогой. Вот. Я доказал, что не может быть такого, вообще не может быть, что на дороге ровно один город. Сейчас, почему эта дорога не может... сейчас, секунду. Ну, она два раза тогда будет. Все, да, два раза. Вот. Тут вот такие вот очень-очень хитрые движения. У меня очень много будет таких движений, но я такое люблю. Я вам вся мастерка планиметрия. Я такое люблю. Значит, значит, не только на всех, кроме одной, а вообще на всех должно лежать хотя бы два города, да? Да. Хорошо. Могут ли все города лежать на одной дороге? Ну, давайте тоже проверим. Это тоже нам все ломало. Ну, если так, первый ты доказал, что не может быть, что... На каждой дороге лежит хотя бы два города, я доказал только что. Да. Вот. Теперь. Могут ли все города быть на одной дороге? Да. Ну, хорошо. Возьмем другую дорогу. Она пересекается. Третья дорога не может пересекаться с ней где-то вне. Вовне. Да? Потому что тогда там будет город. То есть, если у нас есть дорога через какой-то из других городов, то вот она пересекается где-то вовне с нашей. Да. Значит, там есть город-противоречие. Противоречие. Значит, они... А дорога 2024, а вовсе не три. Значит, третья дорога тоже обязана проходить здесь и, более того, не иметь город вне себя. И вот у нас две дороги одинаковые. Снова. Да. Да. Ну, на самом деле, тут как раз идеально видно, откуда берутся примеры. То есть, мы просто разбираем случай, когда может быть один, находим примерно один, но его запретили. Да. Разбираем случай, когда все, находим примерно все, но его запретили. То есть, вот как это придумано на самом деле. Итак. Все, значит, что мы получили? Мы получили, что все, кроме... Ну, не могут все лежать на одной дороге и на каждой дороге хотя бы два. Да. Вот. Ну, что тогда у нас есть? Тогда у нас есть треугольник. Тогда есть треугольник. Значит, ну, возьмем дорогу. Значит, не могут все дороги пересекаться в этой точке. Вот, опять-таки, если... Да, поэтому есть точка, которая не пересекается, и она с ними обоими составляет треугольник. Ну, то есть... Сейчас как-то аккуратнее сказать. Ну, рассмотрим третью дорогу. Да, третья дорога. Если все дороги проходят через эту точку, то опять противоречие. Это ровно наш узел. Да, значит, есть дорога, которая не проходит. Значит, есть дорога, которая не проходит, и она пересекается как-то вот так. Да, она не может... Она пересекается с этой точкой где-то и с этой где-то. И они отличаются от той. Вот. Отлично. Есть треугольник. Мы нашли треугольник. Давайте вообще попробуем придумать хотя бы какой-то пример, ну, хотя бы какой-то корректный вообще пример расстановки. Мы сейчас отсекли вот этот вот узел и так далее, и у нас сейчас нет ни одного примера, в котором вообще он подходит под условия, да? Да, да. Вот. Может быть, таких примеров вообще нет. Может быть, автор опять облажался. Да, 2024 дороги несовместимы с каким-либо количеством городов. При том, что, ну, в данных требованиях. Может быть, автор как бы не исправил ничего. Так. Что, сможешь придумать пример или сможешь доказать, что его нет? 2024, да? Чтобы было ровно дороги, да? Да, чтобы было просто какое-то корректное расположение. Хоть какое-то. Какое-то корректное расположение, чтобы каждая дорога однозначно задавалась множеством городов, расположенных на ней, и было 2024 дороги. Значит, 2024 дороги означает, что множество различных множеств городов 2024. Значит, городов всем сам. Ну, как бы, подможество, ну, как бы, каждая дорога — это уникальное подможество множества городов. Да, но городов-то сколько угодно. Да. Ну, вот, соответственно, у меня получается, что их не меньше 12, не меньше 11, потому что... А, да-да-да. Это правда. 208 и 2 в 11. То есть, Павел говорит, что есть хотя бы там 10 городов. Да, 11. Потому что каждая дорога — это подможество городов, подможество с 2 в энтой. Вот. Ну, да. На самом деле, нам пригодится рассуждение, но не то, что 10, но то, что города хотя бы 4, видимо, это нам пригодится или 5. Да. Потом. Да, значит, есть много городов. Ну, много — это 5, да. Не, ну, на самом деле, 11, да. Ага. Так. Теперь я, как бы, должен провести через каждый из них... А, слушай. Так. Пахнет комбинаторикой Легородского. Какие-то множества, которые пересекаются только по одним точкам. Хроматические числа... Мне кажется, что пахнет аксиоматикой пустого множества вообще. Ну, да. Знаешь эту историю, да? Нет. Нам рассказывали, что был какой-то доклад у какого-то крутого чувака, он выписал какую-то систему, какое-то пространство, на нее свойства, свойства, там доказывал всякие теоремы. Да. Потом какой-то профессор, который заскучал, выписал что-то на бумажке, пришел и сказал, что это противоречивая система. Да. То есть таких... То есть не бывает таких... Да-да-да. Пространство функций этих самых, там, функций лоббирования, что вот человек изучил некоторые функции лоббирования, доказал кучу интересного про них, вот, сформулировав чисто аксиоматически, как они должны выглядеть. Да. Я там буквально за полстранички доказал, что это противоречивая функция. Да-да-да-да. О них не существует. Вот. Это бабушка, мне кажется, рассказывала, они на мехмате зашли на этот доклад, потом, когда это произошло, их быстренько всех выгнали оттуда. Класс. Потому что у человека докторская, кажется, полетела. Да-а-а. Слушай, ну ладно. Вот, так что аксиоматика просто... Да, я даже... Ну, хоть какой-то пример, да, нужно... 2024 города... Ой, нет, дороги. Дороги, да. И сколько-то городов. Угу. Так, 2024... Как же придумать? Ну, это тоже нетривиально, я сидел, думал... Ладно, расскажи. Хорошо, да. Значит, всё-таки это не пустое множество. Трудно, да. Не пустое, да? А именно, мы можем сделать следующее. Мы можем сделать довольно похожую вещь. Давайте все, кроме одного города, засунем на дорогу и сделаем вот так. А-а-а! Ой! Ой-ой-ой, а как я не догадался, да? И каждая дорога однозначно определяется множеством городов. Тогда да, любые... Ну, понятно, любые две дороги пересекаются. Ну, короче, тут всё видно, я думаю. Очевидно, да. То есть звезда, из которой идут на все эти самые... Да. То есть, по сути, там, проекцию опустили. Да. 2024 дороги и 2024 города, да. Я даже не считал, сколько. Вот, окей. Хорошо. Но если ещё порисовать примеры, что-то попридумывать, попридумывать, ничего больше не получается. Вообще ничего. Ничего, да. Поэтому возникает ощущение, что, возможно, это вообще единственный пример. Да? Так. Вот. Ну, хорошо. Ощущение мы это оставим. Давайте что-нибудь попробуем дальше поизучать, как эта штука устроена. Значит, мы уже выяснили, что есть треугольник, да? Да. Есть треугольник в этом мире. Давайте предположим, что на каких-то двух дорогах есть хотя бы три города. Так. То есть мы знаем, что на вот этой дороге может быть город, он будет вот так соединён. Допустим, сделаем что-то другое. Допустим, у нас на двух дорогах есть три города. Да. Есть три города. Что это означает? Вот. Ну, во-первых, через эти два проходит дорога. Во-вторых, через эти два проходит дорога. Да. Мы нашли кучу дорог и, значит, вычленив из них что-то полезное, смотрите, Посмотрим на вот эти две дороги. Вот они проходят, они должны пересекаться где-то вне этих дорог. Да. То есть мы нашли город, который лежит вне всех трех дорог. Да. Вот. Отлично. Вне всех трех дорог, потому что... Каких трех? Тут же много их. Ну, изначальных. Изначальных. Которые образуют треугольник. Да, правильно. Кстати говоря, в условии ничего не было написано, опять-таки, про то, что такое дорога. Там, что это какая-то непрерывная кривая, или что это прямая, или что это отрезок. Про это тоже ничего не было. Да, за комбинаторной задачей. Но будем считать, что это, наверное, не важно. Хорошо. Да, это не важно. Комбинаторно все. Но это важно в плане планиметрии, в плане планиметрии, что, возможно, мы не сможем рисовать без пересечения что-то. Мост, нормально, мост. Ну, под мостом эти развязки. К счастью, это не влияет, да. Да. Вот. Значит, мы доказали, что есть город, тогда есть город вне этих трех точек. Да. Вот. А почему-то кажется, что такой город — это что-то плохое, да? То есть, ну, короче, если немножко прессовать, то возникает интуиция, что город вне всех трех дорог приведет к беде. Да ты чё? Вот. Так. Ну, давайте попробуем обосновать. Вот у нас. Значит, итак, ну да, город вне трех дорог мы уже нашли, и теперь как же он проявляется? У нас всегда есть город. Либо у нас, значит, точнее говоря, аккуратно, что мы сделали. Либо у нас все города на одной дороге, кроме вот этого одного. Да. Либо у нас есть город вне этих трех дорог. Да. Либо на этих двух дорогах, на двух каких-то дорогах хотя бы по три города. Нет, если хотя бы по три, то уже есть город вне тоже. Как раз. Если хотя бы по три, то вот так делается город вне. Да, но из-за этого мы вывели вот первую ситуацию. Сейчас, подожди. Значит, во-первых, применяем рассуждение, что городов много. Да. Городов хотя бы пять. Да. Дальше. Да. Где могут располагаться еще города? Да. Либо город лежит вне. Вот это тот случай, который нам осталось рассмотреть. Да. Либо город лежит... Либо все города на одной дороге. Да. Это случай, который нам подходит, мы его рассмотрели. Да. Либо на двух дорогах вот этих есть хотя бы два города еще. Ну, тогда есть город вне. Ну, тогда есть город вне. Да. То есть мы, по сути, все свели к вот этому случаю. Да, 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 все свели. Ну, давайте дальше делать... То есть либо предыдущая картинка и 2024 города, либо город вне. Вот. Давайте как бы дальше развивать планиметрию. Смотрите, этот город должен быть на общей дороге со всеми этими тремя городами, да? Правой. Причем это разные дороги, очевидно, потому что иначе будет два пересечения. Да, отлично. Значит, сделали три новых дороги. Смотрите, эта дорога проходит через вот эти две красные, а через противоположные пока не проходят. Да. Значит, вот эта новая дорога не пересеклась с противоположной третьей. Да. Ну, хорошо, нарисуем где-нибудь точку пересечения. Она не совпадает ни с одной из этих вершин, опять потому что две будут. Да, ну, хорошо. Но так для каждой из трех. Да, пока я не вижу противоречия. Пока все очень красиво. Да, все красиво. Ну, все очень, как это называется, прибито гвоздями. То есть мы все делаем, у нас получается конструкция такая очень жесткая. Да, вот такая конструкция существует. Да, а теперь смотрите. Давайте продолжим. Вот у нас есть три новых города. Но они же тоже должны быть соединены дорогами. Должны. Давайте эти дороги проведем. И они не... Раз дорога. Значит, ни одна из них... Два дорога. Три дорога. Да. Смотрите. Три дорога. Да. Дорога. Она задевает вот эти две красные дороги. Да. Потому что эти города лежат на этих двух красных. А третья красная остается вне. Да. Вот она красная и вот красная. Значит, у них есть пересечение. Да. Два. То есть мы сейчас просто строим какой-то черчеж, который должен образовываться. Да, да, да. Вот пересекли. Да. Ну, такое же пересечение будет с вот этой стороны и с вот этой стороны, да? Еще зеленый с рыжий не пересекается пока. Ну, мы пока... Ну, я причесанное решение рассказываю. Конечно, тут нужно много строить. Да. Ну, значит, пересекли вот эти две. Да. И еще вот это с вот этой пересекли, да? Вот. А теперь уже начинает момент развязки, наступает. Подожди. Эти... А, да. Да, 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 да. Смотрите. Ух ты. У нас снова три новых города. Да. И они снова никак не соединены. Снова. Было вот такие три. По ним мы построили новые три. Сделаем еще один шаг. И что? Все время все новые будут новыми городами, да? А, да. Еще один шаг. А почему они каждый раз будут новые? Смотрите. Снова вот это. Вот каждый из этих городов лежит ровно на одной красной дороге. Значит, когда мы проводим города, новую дорогу через вот эти два города, она должна пересекать третью красную дорогу, да? То есть когда мы проведем вот такую дорогу, она будет пересекать... Вот так и берем Eating. Вот этот лежит на этой красной. Значит, вот эта красная никто не лежит. И вот новая дорога пересчет вот эту красную, даст нам новый город и так с каждой из вот этих трех пар. И он снова даст нам три нового города. И эти три города снова не соединит дороги. Да, 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 бесконечный подъем. И получается, мы вот так вот наш чертеж распространяем так, что у нас получается бесконечное число городов. И городов, и дорог. Но, значит, строго говоря, ещё нет. Мы ещё не доказали, что дорог бесконечно много, да? Да. То есть мы получили бесконечное число городов, но мы еще не доказали, что из этого следует, что дорог бесконечно много, да? Ну, нам следует, да? Ну, строк говоря. Ну, конечно, можно вот в этом чертеже просто сказать, что все дороги много. Да, да, да. Но я предлагаю сделать чуть более изящно. Да. Значит, бесконечное число городов. Бесконечное число городов. Или так не получится. Ну, хорошо, значит, берем один город. Да. Так. Вот, да, все, все нормально. Давай. Значит, смотрите, у нас есть бесконечное число городов и конечное число дорог. Да. Значит, на какой-то дороге лежит бесконечное число городов. Верно. Да. Вот, это еще ничего не противоречит, потому что мы доказали, что все не должны лежать, но все, возможно, это бесконечное множество. Вот, но у нас есть также город вне этой дороги. Да. И в этот момент наступает развязка, потому что каждый из этих городов должен соединяться с ним своей новой дорогой. Своей новой дорогой. Все. Вот. Все, гениально. Значит, и дорог будет не меньше, чем городов. Круто. И мы доказали, что вот эта конструкция, она прибита шарнирами. То есть, единственное, что вообще можно придумать, это вот такую штуку. Да. Все. Ну и понятно, там же минимум, там же максимум. Ровно 2020. Вот. Насколько я слышал, люди решали через двудольные графы еще. Ну да, там принадлежность. Понятно, что, типа, каждая дорога содержит город, каждый город, там, каждые два города лежит на дороге. Наверное, это можно очень удобно записать в двудольные графы. Ну да, да, да. Но мне больше нравится вот такая вот возня. Последняя задача. Значит, последняя задача из не технических. Значит, звучит она так. Я не помню точные условия, поэтому... А, нет. Ну, короче, звучит она примерно так. Новый руководитель МФТИ по внеучебным делам, Отельский Михаил Андреевич, знает, что всего под его началом находится 57 различных секций. Это что, реальная фамилия, имя, отчество, да? Отельский Михаил Андреевич? Да. Да и нет. Отельский, нет, да? Отельский Михаил Андреевич. Отельский. А, отельский. 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 Сельский ад. Ну, короче, кто понял, тот понял. Отельский Михаил Андреевич. Вот. Ну, не стой. Там было другое какое-то условие, я не помню. Значит, есть куча секций, короче говоря. Связанных. И в каждой из них, ну, стоят какие-то студенты, да? Вот. А он хочет знать, какой студент в какой секции состоит. То есть для каждого студента он хочет знать все секции, в которых тот состоит. Так. Вот. Ну, и у нас есть какие-то запросы, как водится, но запросы довольно странные. А именно, для двух секций мы можем узнать, вот у нас секция А и Б, значит, нам могут выдать объединение студентов в этих двух секциях и пересечение студентов в этих двух секциях. Так, то есть есть некоторое количество секций. Футбол, Рэнзио. Да, ролики. Спортивное программирование, ролики и ориентирование в лесу. Танцы. Танцы, спортивные танцы. Да, это все, чем занимается Миша. Нет, не все. Это еще не все. Нет, нет, во-первых, не всем этим я занимаюсь. Не всем все-таки, да? Во-вторых, это не все, чем я занимаюсь. Ну, да. Вот. Так что... Да. Сами думайте, что правда, что нет. Да. Значит, есть секции. Вот. И, значит, мы можем за один вопрос узнать пересечение и объединение студентов в них. Да. Вот. Ну, а спрашивается, какое наименьшее число вопросов, чтобы узнать однозначно про каждого студента, где он состоит. Ооо. Ну, во-первых, как мы уже выяснили, может быть, это вообще невозможно. Может быть, это некорректные условия, кто знает. Да. Ну, наверное, все-таки корректные. Вот. И, значит, хочется минимальное число вопросов, за которые можно все выяснить. Так. Давай считать, что N секций. Н секций. Ну, а сколько студентов? Кстати, это может быть важно, сколько секций. Да, это важно. Нет или не важно. А сколько студентов? Давай скажу, что 20 секций, как в условии. Да, 20 секций. Это вроде не важно, но теоретически может быть важно. 20 секций и... Студентов сколько угодно. Но мы можем узнавать про секцию объединения и пересечения. А, ну да. Ну, то есть, скажем, если мы зададим 10 вопросов, мы заведомо будем знать список всех студентов. Вообще. Ну, всех студентов, которые хотя бы в чем-то участвуют. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее. Да. То есть... Остальные нас не интересуют. Да, остальные ни в чем не участвуют, но мы про них тоже все знаем. Уже все знаем, да. Так, то есть, мы сейчас за 10 вопросов узнали, по крайней мере, список студентов. Ну да. Ну, может быть, это довольно расточительно, кто знает. Возможно, да. А сколько мы... Каждый вопрос, это просто 2 секции, да? Да. Даешь 2 секции, тебе дают 2 информации. Ага. Пересечения и объединения. Да, понятно. Так. Думайте. Вот, эту задачу я решил, но записывал очень долго. А там как бы оценка прям точная-точная получается? Вот один в один, типа, за N можно, за N минус 1 нельзя или какая-то примерная? Ну, в смысле, ну, точная оценка. Точная, да? Сколько? Вот за столько вопросов? Ну, в смысле, в любой задаче, кажется, будет... Ну, оценка плюс пример. Это же не наука где-то, 2 степеней, 1, 3, 4. То есть, это не за столько-то действий надо сделать. Ну, на программирование тоже... А, ну, там меньше и бравно обычно, чем столько действий. Да, согласен. Бывает меньше и бравно, бывает минимально. Ну, короче, тут точная оценка. Так. 20 секций. Да, но, с другой стороны, как бы, смотри, сейчас. И других вопросов задавать нельзя, да? Нет, нельзя. То есть, как бы, не факт, что мы вообще все знаем. Да, C из 20 по 2 вопросов задал. Да. И узнав все пересечения и объединения. Ну, то есть, да, папа говорит, что мы не сможем физически получить больше информации, чем задав просто про каждую пару секций вопрос. Да. Вот. Гарантирует ли это нам то, что мы знаем? То есть, если, скажем, мы чуть-чуть изменили начальные условия, студент выбыл из некоторой секции, в которой он состоял. Да. Точно ли это как-то на вот это? Ну, сначала это вообще непонятно. То есть, да, сначала нужно погрузиться и понять, почему вообще можно восстановить. Ну, да. То есть, достаточно будет. Нельзя придумать двух разных видов, если хотя бы один, хотя бы что-то изменим. Ну, может быть, мы можем много разных. А, нет, много раз, да. Может быть, много всего можно подкорректировать, но... Да. Хорошо. Ну, я без понятия. Не будем тратить время, наверное, даже. Ну, окей. Я вообще не знаю, что делать. Да. Ну, значит, тут, на самом деле, нужно просто вот посидеть и повтыкать в задачу. Посидеть, ручками что-то поделать и так далее. Ну, и что получается? Значит, если студент ходит в какие-то две секции, то мы, на самом деле, про это знаем, потому что он лежит в их пересечении. Ну, да. Да? Значит, если он ходит в секции, например, те, которые я отметил... Ну, сейчас ты будешь что-то доказывать, что C из 20 под 2 достаточно. Ну, например, я хочу, да, сказать, почему это вообще... Почему это вообще корректно. Это уже ответ хороший. То есть, взяв все в списке, ты получишь все, что тебе нужно. Вопрос, можешь ли ты получить быстрее, это другой вопрос. Да. Ну, маленькая как бы ремарка про корректность. Если вот множество секций, в которые ходит студент, вот такое, то смотрите, во всех внутренних ребрах... Ой, ребрах. Ладно, давайте я сразу буду переходить к терминам решения. Да. Значит, давайте каждая группа — это вершина, вот, а каждый вопрос между двумя группами — это ребро. Вот, как водится. Так. Значит, смотрите. Ну, то есть, вот у нас секция кронетистов, вот секция кингрингистов. Да. И когда задаем вопрос, проводим ребро, по сути. Тогда смотрите. Для всех внутренних ребер среди секций, в которые ходит студент, он будет лежать пересечения. Да. А для всех ребер, которые не внутренние, он не будет лежать пересечения. Ну, да. Значит, мы просто находим вот такую клику, где он лежит пересечения. Ну, если нам не врали, то это и есть секция, в которую он ходит. Ну, то есть, все секции, в которые ходит студент, образуют вот такую вот клику со всеми ребрами. Ну, я имею в виду, что на всех вот этих ребрах он входит в пересечения. Понятно? Да, это понятно. Я пытаюсь понять, как это восстановить. То есть, сейчас вот мы задали все вопросы, да? Да. Ну, мы смотрим, фиксируем студента. Да. Смотрим, на каких ребрах он есть в пересечении. Да. Проводим только эти ребра. Да. Мысленно в графе. Утверждается, что у нас получилась какая-то клика. Вот. Вот теоремия получилась клика. Клика из тех секций, в которые он ходит. Ну, вроде очевидно, да. Доказательство очевидно, потому что между ними есть в пересечении, а между ними нету в пересечении. То есть, если есть вот где-то еще какая-то секция, то тут уже никакого ребра... То он в нее не ходит, значит, в пересечении не лежит. Ну, и наоборот. И наоборот. То есть, если я собрал все ребра... Если лежит в каком-то ребре, значит, входит в обе секции на пересечении. В обе секции на пересечении. Да, значит, так. Вроде да. Наверное, можно попытаться додумывать. Вроде это понятно. Вроде понятно, да. Ну, как минимум, это верно. Да, как минимум верно. А то, что понятно, это уже к вам вопрос. Хорошо. Да. Окей, ну понятно, что клика это какая-то очень... То есть достаточно CS20. Да. Клика это какая-то очень избыточная информация. Казалось бы, там можно гораздо меньше сделать. То есть ответ не CS20. Да, конечно, нет. А-а-а! Вот. О-о-о! Значит... Ну и... Ну, смотрите. Вот давайте опять думать про это в терминах графа. Да. Вот у нас есть вершины. Мы провели какие-то ребра, то есть какие-то вопросы. И теперь нам нужно по тому, что у нас получилось, как-то восстановить... Да. Куда ходит студент. Да. Ну, надо уже про каждого студента знать, да? Да. Ну, смотрите, нам достаточно... Да, но мы просто фиксируем изначально студента, да? Да, просто потом нам нужно будет всех. Давайте просто скажем, что мы всегда работаем с Васей. И если у нас... Ну, если на Васю, например, мы потратим 10 вопросов, может быть, на 5 потом еще 10. Не спрашивать унифицированно, а восстанавливать уже для конкретного студента. А-а-а! Вот такая равномерная сходимость. Офигеть. Так. Давайте мы возьмем граф, вот граф вопросов возьмем пока без привязки к студенту. И потом как бы судим этот граф на конкретного студента. Вот. И посмотрим, что этот граф про него дает. Значит, смотрите. Если студент... Значит, что я хочу сказать. Если мы знаем, что студент ходит... Значит, мы можем понять про две секции, про которые мы спросили, что он ходит в их пересечении. Это когда он... В нем? Когда он есть на ребре в пересечении. Либо мы можем понять, что он в них в обеих не ходит. Да? Если его нет там. Если его нет в объединении. Значит, единственный сложный случай, это когда он в одну из них ходит, ровно в одну, а во вторую не ходит. Да. И понять это сходу вот... Предположим, что... Да. Ну, давайте мысленно предположим, что он ходит сюда. Да. Что тогда? Значит, если мы знаем, что в другую он не ходит, значит здесь... Значит, сюда он не ходит, да? Сюда он не ходит. Дальше посмотрим на следующие ребра. Сюда он уже будет ходить, да? Сейчас. Сейчас. А это вот красное отвечает чему? Давайте я пока нарисую, чтобы было... Сейчас. Я пытаюсь понять вообще... Чтобы было нагляднее, я пока вот так нарисую. Что вообще происходит вот сейчас? Вот что это за... Значит, смотрите, мы... Да, сейчас. Короче, вот это записывать супер неприятно. Понятно почему. Ужасно сложно, да. Значит, еще раз. Что я хочу делать? Значит, провожу... Смотрю граф запросов. Вот, нарисовал граф запросов. Все. Пусть есть граф запросов. Потом фиксирую студента. Смотрю на этот граф и пытаюсь выяснить с него какую-то информацию. Да. Если у меня студент есть в ребре на пересечении, то он ходит в обе секции. Да. Мы это запомним. Если нет в объединении, то не ходит ни в одну из двух секций. Тоже запомним. Да. То есть в этих случаях мы про вот эти секции соседние с ребром все узнали про этого студента. Все узнали, да. Значит, мы не знаем про секции соседние с ребром, только если он ровно в одну из них ходит, во вторую не ходит. Да. Тогда мы ни в пересечении, ни в объединении. То есть в объединении он присутствует. Тогда он в объединении лежит, а в пересечении не лежит. Да, в пересечении нет, да. Вот. Ну хорошо. Давайте возьмем вот какую-нибудь из таких ребер. То есть которые, скажем так, красные, но не рыжие. Вот допустим, рыжие ребра там объединяются. Да. Я предлагаю вообще те, значит, сразу идея. Давайте те ребра, в которых он в пересечении или объединении, мы их просто забудем, потому что мы уже про эти секции знаем. Ну и секции тоже выкинем. Да. То есть мы оставим только секции, про которые непонятно. Мысленно. И тогда тут одно ребро есть, другое нет. Мысленно пока что. Вот. Тогда у нас как бы граф на сомневающихся ребрах. А, сейчас. И тогда это ребро точно отсюда. То есть он есть на вот этом и нет в этом. Да. То есть такие ребра можно выделить, что они вот тут есть, а тут нет. Всё. А теперь, значит... Вот теперь всё понятно. То есть это секции и это граф ребер, в которых ему непонятно, в какой из двух. В которых он инвертирует, по сути. То есть это граф ребер, в которых инвертируется состояние секции. Вот. Ну, короче, я много рассуждаю, но на самом деле я подхожу к идее раскраски. Подвожу к идее раскраски. Вот если он ходит сюда, то сюда он не может ходить. Потому что у нас ребро. Он ходит ровно в одну из этих. И сюда не может. А сюда, наоборот, должен. И сюда должен. То есть у нас получается... Через один. Через один, да? Раскраска графа. То есть по сути раскраска вот этого графа, она соответствует... Те, которые раскрашены, допустим, он ходит. А те, которые не раскрашены, он не ходит. Шикарно. Либо наоборот. Вот. Значит, в таком графе заметим, что мы можем инвертировать раскраску, да? Мы можем, наоборот, покрасить вот эти две вершины, а эти три не красить. Да. Он останется корректный. И мы не можем понять, в какую из групп вот этих секций ходит студент. Да? Ну да, но тут еще вот такие какие-то ситуации могут быть непонятные. Нет, он либо ходит во все вот эти, либо ходит во все вот эти. А, либо-либо. Да-да-да. Потому что, по сути, у нас есть раскраска. Да-да-да. У нас те, которые ходят, соседствуют с теми, которым не ходят. Значит, нам интересует раскраска этого графа. Вот. Соответственно, когда у нас раскраска однозначно восстанавливается? Ну, вообще, можно еще такое замечание сделать. Пусть мы знаем про какую-то секцию, что он туда точно ходит. Да? Да. Тогда уже во всем графе всю компоненту связанности мы тоже знаем. Да. То есть, если мы знаем, что он ходит сюда, то дальше, если он лежит в пересечении, ходит в оба. Если не лежит в пересечении, то не ходит во вторую. Потом, если он сюда не ходит, то если лежит в объединении, то ходит во вторую. Если не лежит в объединении, то не ходит в оба. Да. То есть, мы вот так, двигаясь DFS, про все группы в компоненте связанности можем понять, ходит он в них или нет. Да. Значит, по сути, нам нужно как бы в каждую компоненту связанности внести вершину, по которой мы знаем. Да. Либо сказать, что у нас не будет вот такой неознащей раскраски. Вот. То есть, короче говоря, я... Ну, опять-таки, это скорее в терминах программирования мышления. Я подвожу к тому, что нам нужно сделать нечетный цикл. Так. Вот. Если мы в графе сделаем нечетный цикл, то, смотрите, мы его не сможем покрасить вот так точно. Да. Да. Мы его не сможем покрасить таким образом, но это значит, что где-то он обязан либо лежать в пересечении, либо не лежать в объединении. Для какого-то из вот этих трех ребер, уже в изначальном графе, он либо не лежит в объединении, либо лежит в пересечении. Потому что иначе у нас получится раскраска вот этого графа с нечетным циклом. Да. Понятно? Да. Примерно понятно. Ну, то есть если у нас все ребра инвертирующие здесь, либо он где-то лежит либо в пересечении, либо не лежит в объединении, либо все ребра инвертирующие. Чуть более понятно будет, когда ты скажешь, как задавать вопросы, то есть что в результате делается. Окей. Значит, короче, хотим нечетный цикл. Давайте, ну, просто вот у нас 20 секций, разобьем наш граф на два нечетных цикла. А. Да. Один длины там 17, другой длины 3. Да. Так, вот. Вот давай, вот тут вот сейчас будет понятнее, да. Вот. И спросим про них. Значит, что мы делаем? Вот у нас есть группы. Просто каждый из этих ребр спрашиваем. Вот. Пересечение и объединение. Теперь, что происходит? Фиксируем конкретного студента. Значит, вот эти вопросы не зависели от студента. Фиксируем студента. Теперь смотрим. Утверждение. В каждом из этих двух циклов есть ребро, на котором либо он лежит в пересечении, либо не лежит в объединении. На каждом из этих двух циклов есть ребро. То есть есть ребро, которое не инвертирующее. Либо он не лежит здесь, либо лежит здесь. Доказательство. Да. Пусть каждое ребро инвертирующее. Тогда возьмем... Тогда лежит здесь, не лежит здесь. Лежит здесь, не лежит здесь. То есть по сути... Ну, опять-таки, у нас это раскраска, а раскрасить нечетный цикл нельзя в два цвета. Да. Все. Отлично. Значит, мы нашли инвертирующее ребро. Значит, мы про эти две секции знаем, либо он лежит, либо нет. Дальше запускаем DFS и про все остальные тоже узнаем. Да что такое? Ну, обход. Ну, короче, вот про это мы знаем. Значит, мы про вот это узнаем. Значит, мы про вот это узнаем. Ага. И вот так все компоненты обходим. Да. Да. Вот. Понятно, да? Ну, вроде да. Вроде понятно. Все. Отлично. Значит, мы смогли справиться уже не за C, не C с 20 подов. За N. А за 20 вопросов. Да. За N вопросов. Просто правильно их задать. По 3 и по 17. Да. Ну, понятно, что есть какие-то другие комбинации. Но два нечетных цикла просто. Офигеть. Вот. Очень круто. А теперь более неприятная часть. Очень круто. Значит, можно ли... Что за 19 нельзя. Да. Можно ли за 19? Ну, Чуев говорит, что нет. Вот. Потому что если у нас нет нечетного цикла, то как бы никакого... То мы можем... То есть в чем идея? Идея в том, что если нет нечетного цикла, то мы вот эту раскраску графа, мы можем ее инвертировать. То есть мы можем сказать, что он ходит вот в эти три вершины. Да. А можем сказать, что он ходит вот в эти две. И однозначности не будет. Да. Вот. Но проблема в том, что сначала зафиксировать граф, а потом про него что-то говорить не получится. Так как учительница, она же умная, она может учитывать результаты своих предыдущих запросов для того, чтобы задавать следующее. Да? То есть она не фиксирует графа, а она именно следующий запрос задает от результатов предыдущих. Да, да, да. Как называется в информатике адаптивный интерактор. Вот. Поэтому нам нужно построить стратегию ответов на вопросы учительности таким образом, чтобы у нас оставалась неоднозначность. Да, 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 да. Отлично, отлично. Давайте это сделаем. Отлично. Это просто супер. Что я хочу делать? Значит, пусть... Опять рисуем в терминографах. У нас есть куча вершин. Да. Да. У нас разряжается камера, если кто-то не знал. Да, ничего. Колхоз все еще в действии. Сейчас, да. Значит... Сейчас Митю позовем, и он... Проводим ребро. Значит, учительница каждый раз проводит ребро. Да, это отсечки, да? Давайте мы вообще скажем для удобства следующее. Значит, вообще только один студент есть в университете, и мы хотим понять, ходит ли он в секции или не ходит. Ну да, да. То есть мы фиксируем одного студента. Да, да, да. Вот. А про него мы будем говорить всегда следующее. Значит, она провела ребро, мы говорим, что он в пересечении лежит, не лежит, в объединении не лежит. Да, всегда. То есть... Ну, не всегда. А. Значит, вот она провела одно ребро. Мы сказали, что он как бы лежит ровно в одной из этих двух. Она провела другое ребро. Снова сказали. Да. Потом она, например, провела вот такое ребро. Определились. В этот момент, да, нам нужно что-то фиксировать. Сразу про все три. Но у нас есть какая-то текущая мысленная раскраска, да? Да. Да, да, да. Мы определились. Мы просто берем, ну, и как бы согласованно с ней доопределяем это ребро. Хорошо. Вот. Говорим, что, значит, здесь лежит пересечение. Да. Ждем следующих запросов. И пока учительница спрашивает... Ну, вот, допустим, она даже провела отчетный цикл, Да, да. Скажем, что все равно определились. Хорошо. То есть не будем париться, не будем жмотиться. Да. Просто определили тоже раскраску однозначно. Да. Если 19 вопросов... Утверждение, да. Если у нас 19 вопросов, то хотя бы одна из компонент связанности дерево. Да. Вот. Очевидно. Да. Соответственно, хотя бы в одной компонент связанности не будет цикла. Можно инвертировать что угодно, да. Возможно, это будет даже пустая вершина на это тоже дерево. Офигеть, да, да, да. И мы не будем знать. А вот в этом дереве у нас, очевидно, две раскраски есть. Да, да. И две возможности. Соответственно, про это дерево она не узнает. Да. И в этот момент... Во! Не получилось. Вот. Это круто. Я записывал это, не знаю, час, наверное. Зачли, да? Да, да. Все, зачли. Но записывать это неприятно было. Вот. А короче, как вы можете видеть, ну там были еще задачи нам от ожидания. Очень хорошие вообще. Очень хорошие задачки. Если вы просто олимпиадник, вот вы поступили в ШАД. Поступили, да. Все хорошо. Все хорошо. Дальше будет. А ты будешь учиться в ШАД? Ну вот я думаю, потому что я не знаю, насколько по нагрузке будет. С третьим курсом. С одной стороны говорят, что в третьем курсе. С одной стороны, ты еще не работаешь на третьем курсе, и ты можешь учиться спокойно. С другой стороны, ну и на физтехе тебе тоже учиться нужно. Ну да. Локация сменилась, у нас разродился фотоаппарат. Да, и настал вечер, пока он заряжался. Поэтому, соответственно, да, мы говорили про ШАД. Ну вот про ШАД я пока думаю, выступать нет. В итоге там просто сложно. Ну и все, на самом деле, мы только прощание не успеем. Да, на этом, друзья, Мишенька, спасибо тебе огромное. Всем маткульт, пока. Надеюсь, еще до встречи. До новых встреч. Ха.